Лекция, которую сегодня вы будете слушать, называется «Обратная сторона». Я акцентирую ваше внимание на словосочетании «Обратная сторона сексуальной революции». Я не буду рассказывать о сексуальной революции, я буду вам рассказывать об её обратной стороне. Вы уже взрослые люди, закончили школу, уже учитесь в высшем учебном заведении, и поэтому у каждого из вас есть мечта. Эту мечту вы хотите воплотить наверняка в жизнь. Вы все мечтаете о прекрасном, светлом будущем. Я в этом даже не сомневаюсь. Но если вы хотите, чтобы это будущее действительно наступило, то вам необходимо знать обе стороны любого процесса, любого явления, любой информации, которая касается вас. Для чего? Для того, чтобы у вас был выбор. Когда человек знает обе стороны медали, как положительную, так и отрицательную, он может выбирать. Когда он выбирает, он самостоятельно принимает решение. Но если выбора нет, то в ваше сознание вставляется информация, однонаправленная, и вами начинают управлять те, кому выгодно что-то с вами сделать. Поэтому в данном сегодняшнем случае мы будем говорить о сексуальной революции. Но на примере сегодняшней лекции вы должны будете научиться задавать себе вопросы и искать обе стороны любого явления, любой информации, которая будет вас касаться, чтобы вы могли выбирать и быть успешными в этой жизни. Итак, обратная сторона сексуальной революции. Что такое телегония? Вам известно? Нет. Явление телегонии было открыто больше 200 лет тому назад. Известный учёный, у Чарльза Дарвина был друг, которого звали Лорд Мортон. Так вот, Лорд Мортон решил тоже заняться исследованиями и решил вывести новую породу лошадей. Для этого он скрестил породистую кобылу лошадь с конём зеброй. Ну, зебра, знаете, это тоже вроде бы лошадь, но немножко другого вида, процесс скрещивания между ними прошёл, но результата не получилось. Тогда эту же самую кобылу скрестили с таким же породистым конём, как она сама, той же самой породы. В итоге у них родился жеребёнок. Но жеребёнок родился полосатый, как зебра. Когда стали изучать это явление, явление назвали телегонией. Телегон в переводе на русский язык означает «рождённых вдали от отца». Ну, как обычно это в науке бывает, от животного мира перешли к человеку, и как только телегония коснулась человека, её объявили наукой. Но как только она стала наукой, её на наших территориях запретили. И больше двухсот лет о телегонии никто ничего у нас не знал. И только недавно информация о телегонии появилась, но только в интернете. Учебников на эту тему пока мести ещё нет. Но если в интернете вы зададите поиск слова «телегония», то вам откроется множество сайтов, и появятся такие сайты, которые будут утверждать, что телегония — это лженаука. То есть есть люди, которые пытаются на сегодняшний день опровергать реально существующие законы на нашей земле. Оказалось, что телегония не явилась открытием последних двухсот лет. Она подтвердила существовавшие на этой территории законы многие тысячелетия, которые называются «законы Рита» или «законы Духа и Крови». Я запишу это словосочетание на доске. «Рита» — это древнерусские руны, которые были найдены. В этих рунах написано о том, какими должны быть взаимоотношения между мужчиной и женщиной, чтобы они могли нести в этот мир любовь, радость и красоту и рожать красивых и здоровых детей.